Этого дня ждали люди в самых разных уголках планеты, чтобы оставить работу, домашние дела и приехать в Иваново, в родной интердом. В первый день лета здесь встретились порядка 350 выпускников разных лет. Учреждению в этом году 80. В разные годы здесь воспитывались дети из 85 стран мира. Сейчас бывшие интердомовцы живут на всех континентах земного шара. По какой-то причине, своей причине, ребенок попадал сюда в эти стены. И самое главное было сделать так, чтобы он, выйдя отсюда, всегда возвращался, говоря о том, что это самое дорогое для него и родное место. Чаще всего сюда заходят те, кто остались жить в Иванове, как, например, Валентина Войновская. В интердом она попала в военный 42-й год из Подмосковья. В Иванове войны не было, но все равно детей, которые уже успели пережить многое, оберегали, как могли. Вы понимаете, дети 4-5 лет мы бегали на Красную Талку, в бомбоубежище, и там у нас стояли землянки. И даже приходилось всю ночь проводить, в общем, ну, спать там, конечно, постелили там и теплое, и что-то, чтобы детей. Но бежали ночью, вы понимаете, в любое время нас оттуда, в общем, как гоняли туда. Те, кто покинули Иваново и уехали в родные страны, город Невест все равно считают второй родиной. Дженнифер Атигани навещала наш город уже 30 лет. Сейчас она живет и работает в Кении. Это наша вторая родина здесь, это наш город. Да, и город поменялся, очень красивый, очень зеленый, и воздух очень чистый, и люди все такие же хорошие. Да что там Иваново, для многих второй дом – вся Россия, сложно представить. Но выпускники 1950 года, которые отправились на родину в Китай, абсолютно не знали китайского языка. У нас большинство прямо родились в России, вот, а родители наши, тогда они были революционерами, в общем, это поколениями, старших поколений революционерами, делали революцию в Китае. Нельзя было с собой детей расти, понимаете, и оставили здесь, оставили в интердоме. Встреча выпускников-интердомовцев продлится два дня. Им хватит времени посмотреть город и встретиться с бывшими педагогами и друзьями. Объятия, слезы радости и фотографии на память. Эмоции в интердомовском саду буквально зашкаливали. В память об этой встрече учреждению его нынешним обитателям останется молодая ель. Первое, что сделали выпускники – посадили дерево дружбы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...